Здравствуйте, ребята! С вами Сергей Гесс. И сегодня мой третий видеоролик, который я вещаю из Швеции. Я снова получил очень много почты от пользователей моего аккаунта. Некоторые вопросы я даже, как вы поняли, законспектировал. И у меня навеяло кое-какие мысли. Ребята, у меня сложилось впечатление, что больше половины моих подписчиков это ребята, которые либо работают грузчиками, либо хотят работать грузчиками. Я, честно говоря, как бы не понял. Вот очень многие спрашивают, сколько же зарабатывает грузчик в Швеции? Тяжело ли работать грузчиком в Швеции? Ребята, я еще раз хочу повториться, как я уже неоднократно говорил в своих предыдущих роликах. Я инженер по перевозке тяжелых грузов, ребята. Эта профессия с профессией грузчика ничего общего не имеет. Вы меня извините, но это действительно так. Очень многих интересует зарплата грузчика в Швеции. Ребята, я работаю 15 лет инженером. Помимо моей работы у меня очень много еще разных бизнесов имеется, как и в Швеции, так и в России, и в других странах мира. Я понятия не имею, сколько зарабатывает грузчик. Но для вас, ребята, специально для вас, я это узнал. Да-да, не удивляйтесь, и вы будете приятно удивлены. Не знаю, с какой целью вы интересуетесь. Может быть, вы хотите эмигрировать в Швецию или в другую страну. Может быть, вам просто интересно, сколько зарабатывает грузчик в Швеции и в других развитых странах. Но хочу вам сказать, ребята, что вам, наверное, лучше будет остаться у себя на родине. Я сравнил цены грузчика в Швеции, сравнил цены грузчика в Германии, в России. И вы знаете, сумма получилась приблизительно одинаковая. От 800 евро до 1000 евро в месяц. Да-да, не удивляйтесь. Я был изрядно удивлен, как может вообще нормальный человек, нормальный человек, работать за 800 евро в месяц. Не знаю, конечно, мне не судить, ребята, потому что я человек образованный. Я закончил школу с золотой медалью, отучился в Чалмышле 3 года с отличием. У меня совсем другая зарплата. У меня далеко не 1000 евро. А, ребята, неприлично говорить, поэтому я лучше помолчу. Ребята, не занимайтесь ерундой, учитесь, читайте книги, поступайте в институты. То, что вы мне написали, то, что я законспектировал, это полная чушь. Грузчик, в моем понимании грузчик, ребята, это дно, это дно общества. Я вообще не представляю, как вообще нормальный человек может работать грузчиком за 800 евро. Носить какие-то шкафы, пианино каждый день и получать такую маленькую зарплату. Ребята, вы знаете, мне не понять, я вообще человек не из этой категории. Я вообще не понимаю, почему так много вопросов, связанных с тем, а сколько зарабатывает грузчик. Ребята, серьезно, не понимаю. Например, моя зарплата, как инженера по перевозке тяжелых грузов, ну, ребята, мне просто неприлично говорить, какая у меня зарплата, поэтому... Мне действительно просто неприлично. Ну что ж, продолжим тогда мой видеоролик. Просто вот еще хотел рассказать, что помимо моей работы, инженера по перевозке тяжелых грузов, я имею много разных бизнесов, как в России, так и в Швеции, так и в других странах, также в Америке, в Испании, в Германии. У меня везде есть разные бизнесы. Где-то крупные, где-то помельче. Но они у меня есть, ребята. Давайте начнем сначала с того, что у меня есть у нас здесь, в Швеции. Во-первых, я являюсь, не знаю, как это называется по-русски, дель эгоре. Но это у меня есть часть бизнеса в металлоиндустрии. Небольшая часть, ребят, скажу сразу, небольшая, всего 10%. Там мы, значит, с ребятами, у нас такая небольшая компания, мы, как-то сказать, реперировались, и производим закупку и продажу ценных цветных металлов. Работаем с Израилем, с Америкой, с Россией. Я работаю в отделе алюминия, а также в отделе меди. Это моя специальность, ребята. Алюминиум и медь. Я очень хорошо знаком с этим металлом. И работаю в основном по этим двум металлам. Алюминий и медь. Еще бывает золотишко. Но не так часто, как вы понимаете. Вот. Еще у меня здесь, в нашем городе, в Гюттуборге, имеется контракт. То есть, во всем городе есть такие аппараты, в которых продают Кока-Колу. Знаете, подходишь к аппарату, пить захотел, раз, денежку бросил, и тебе вылетает баночка Кока-Колы. Так вот, все вот эти автоматы, которые стоят в нашем городе, в городе Гюттуборге, они все мои. Да-да, не удивляйтесь. Из каждого такого автомата мне набегает очень большая сумма. Это только так кажется, что это не бизнес. Ну подумаешь, одна баночка Кока-Колы здесь, другая баночка Кока-Колы там. На самом деле, ребята, набегает, скажу я вам, и этот бизнес, скажу я вам по секрету, я развернул совсем недавно. Да-да. Вот, ребята. Также я очень сильно увлекаюсь антиквариатом. Очень люблю старинные вещи. Я всегда покупаю старинные вещи на аукционах. Сотби или Кристи. Это одни из самых популярных аукционов. Если вы знаете, ну, кто интересуется, тот поймет. Много вещей покупаю для себя на аукционах, а много вещей на продажу. Сколотил неплохое состояние, если честно, на антикварных вещах, ребята. Это очень неплохое состояние. В коллекции у меня имеются картины таких известных художников, как Давид Сале. Если вам неизвестен Давид Сале, то я вам скажу, что... Ну да, в принципе, я думаю, вам будет неизвестен, потому что Давид Сале относится к художникам, которые находятся на уровне топ-200. Вы можете посмотреть по интернету, помониторить. Давид Сале. Это один из моих любимых художников. Как-нибудь в следующих программах, передачах я вам покажу его картины, которые у меня имеются дома. А также есть у меня еще картины известного художника Юан Миро. Да-да, не удивляйтесь. У меня висит дома одна из его известнейших картин под названием Джентльмен. Но об этом я вам расскажу в своих следующих роликах. Надеюсь, такой небольшой обзор моих бизнесов и моей специальности грузчика, извиняюсь, инженера по перевозке тяжелых грузов. Обзор можно закончить. С вами был Сергей Гесс. Швеция. Гетеборг. До свидания, ребята. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова